Во-первых, конечно, обидно, мы репетировали тоже фламенго-танец. Я бы с нами выпустили, нам срочно прихватить что-то. Партию бейте, как и червы репетируйте. Говорят, в театре патефоны почем зря мрут, поэтому красный патефон всегда в хозяйстве пригодится. Это более достичный год возраста, когда драматургу пора узнать из-за существования другой, более нормальной литературы. Я хотел сказать, что впервые, вообще, Коля, я увидел и запомнил, это было как раз там в самом ДК Дзержинского, тогда он был ДК Троителе. Докагойского назывался. Да, у нас Докагойкова, да, Докагойкова. И у нас был какой-то Новый год строительный, и вдруг ворвался худой и энергичный Дед Мороз, которого я запомнил, понимаете, он был настолько хорош, что я его запомнил, по-моему, до сих пор. Это тогда я первый раз увидел. Значит, что мы думали, какую нужно спеть песню. И вот мы подумали, что лучше всего, ну, по крайней мере, очень хорошо выдается у нашего дорогого юбилеана. Вот взять из простой бытовой истории, простую бытовую историю поднять до уровня большого искусства. И мы в нашем репортуаре нашли песню, которая совершенно бытовая история. Однажды где-то в 84-м году на Свердловском вокзале еще мы стояли в очередь в буфет и увидели там замечательный ценник. Там было написано «Бутерброд в дорогу с огурцом». И это уже была как бы песня, и так как вдвоем мы решили вот эту историю двух незадачных братьев, которые на Свердловском вокзале... Так как права, электричества нет. Да, да, да. Вот поэтому... Раз, два, три, четыре! Наступление! Да. 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 Да.